Всем привет! В сегодняшнем видео уроке я бы вам хотела показать, как связать вот такую замечательную разноцветную улиточку. Если у вас хорошее настроение и вы хотите повязать, это именно для вас. Минимум затрата по времени, минимум затрата по материалу. Этот видео урок я посвятила для того, чтобы показать, где можно применить остатки скопившейся пряжи. У меня, например, их много, поэтому я начала делать небольшие вот такие игрушечки, чтобы, скажем так, с пользой провести время. И было что, скажем так, подарить небольшой такой вот сувенирчик или небольшой подарочек ребеночку. В общем, вот такая замечательная улиточка. Украсила я ее цветочком. По цветочку вы можете также посмотреть в моих предыдущих видео уроках, как сделать вот такой маленький цветочек. Глазки у меня, бусинки, все очень довольно-таки безопасно. Если для ребенка усики я делала из небольшого жгутика, такого небольшой, так сказать, толстенькой ниточки. В общем, если вам понравилось, присоединяйтесь. Для вязания вам понадобится пряжа семи цветов. Основной цвет у меня будет бежевый. Затем я взяла наиболее подобные цвета для радуги. Ну, так скажем, радуга. У меня состоять будет из сиреневого цвета, затем из синего цвета, зеленого, плавно переходящего в салатовый, розовый с красным. В общем, вот такие у меня цвета будут. Затем понадобится крючок с ножничками, крючок под толщину пряжи, ножнички для обрезания кончиков, иголочка для сбора вашей улиточки. Затем глазки я взяла, бусинки две штучки. И понадобится либо небольшой кусочек шнурочка для усиков, так скажем, либо такой вот небольшой кусочек проволочки. Достаточно будет вот такой длины вам для того, чтобы скрутить. Если у вас детская игрушка, то, конечно же, я бы вам посоветовала взять обычный шнурочек. Завяжем узелки на краешках шнурочка. Вот и будут наши усики. В качестве наполнителя я взяла обычную нестерильную вату. Все как всегда. Вам советую взять либо синтепон, либо синтепух. В общем, любой наполнитель для того, чтобы игрушечка была более нежная, мягенькая. Итак, мы начинаем. Начнем мы с головы. Делаем кольцо амигуруми основной пряжей, основным цветом. Закрепляем и в него набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Втягиваем наше колечко, придерживаем крайние петелечки. Теперь второй ряд мы будем делать в каждом столбике, в каждой петелечке. Делать прибавку. В конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков. Поэтому я буду сразу считать. В первую петлю 1, 2 столбик. Во вторую петлю 3, 4. Обратите внимание, я сразу между рядочками завязываю ниточку. Для этого я ввожу крючок в петелечку. Сверху накидываю вот этот краешек. Захватываю ниточку. Ниточка получается у меня между столбиками. И между полустолбиками. И теперь захватываю, вот так вот вывожу, как бы довязываю столбик. Таким образом я делаю все петельки. У меня ввязывается краешек для того, чтобы он у меня был хорошо закреплен. Итак, это 6 столбик я довязала. 7, 8. Следующую. 9, 10. Следующую. 11, 12, следующую. А, это у нас уже третий ряд начинается. Мы теперь будем снова делать 6 прибавок. И будем чередовать столбик без накида, прибавку. То есть сейчас мы вяжем столбик без накида, в следующую петельку делаем прибавку. Теперь снова столбик без накида. Это уже четвертый получается. Прибавку. Пятый, шестой. Столбик без накида, седьмой. Прибавка. Восьмой. Девятый. Следующую. Десятый. Следующую. Одиннадцатый. Двенадцатый. Следующую. Тринадцатый столбик. Следующую прибавка. Четырнадцатый. Пятнадцатый. Следующий. Шестнадцатый. И последняя прибавка. Семнадцатый. И восемнадцатый. Мы довязали третий ряд. Сейчас мы будем провязывать четвертый ряд и снова делаем прибавку. Чередовать мы будем два столбика в каждую петельку по столбику и прибавка в третью петельку. Теперь снова. Один, два, три, четыре. Это прибавка. Всего мы провязали восемь столбиков. Теперь чередуем снова девятый столбик в одну петлю, десятый в другую, прибавка в одиннадцатый, двенадцатый в одну петлю. Теперь снова тринадцатый, четырнадцатый, в одну петлю, пятнадцатый, шестнадцатый. Теперь семнадцатый в отдельную петлю, восемнадцатый в отдельную, девятнадцатый, двадцатый, прибавка. И последний раппорт. 1 столбик провязываем в 2-й, это 22-й получается, и в 1 столбик прибавка. 23-й, 24-й. Итак, в конце ряда у нас получилось 24 петельки. Теперь мы снова делаем прибавку. И в конце ряда у нас будет 24 плюс 6, 30 столбиков. Чередовать мы будем таким образом. Сначала вяжем 3 столбика в каждый столбик по столбику. В 4-й делаем прибавку. Теперь снова 1 столбик, 2-й столбик, 3-й столбик, 3-й столбик, 3-й столбик. Это 2-й у нас раппорт связан. Теперь снова 1, 2-й столбик, 3-й столбик, 3-й столбик, 3-й столбик, 3-й столбик. Это у нас связан 4-й столбик. Снова вяжем 1, 2, 3-й столбик. Это у нас связан 5-й столбик. И последний вяжем 1, 2-й столбик. И прибавка. Итак, в конце ряда мы прибавили 6 столбиков, значит у нас 30 петель. Теперь мы еще раз прибавим 6 столбиков в ряду. То есть теперь мы будем чередовать 4 столбика без накида, затем прибавка в пятый. Итак, начнем. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Это 1. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Это 2. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Это 3. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Это 4. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Это 5. И последний рапорт. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Последний рапорт. Итак, мы с вами провязали. У нас сейчас 36 столбиков без накида по кругу. Это мы провязали получается 6 ряд. 7, 8, 9 и 10. То есть 4 ряда. Нам нужно провязать по 36 столбиков в каждом ряду. То есть отметьте себе начало ряда. Я вам советую взять кусочек ниточки другого цвета. И теперь, отметив начало ряда, вам нужно провязать 4 ряда без изменения столбиками без накида. То есть вот отметили начало ряда, дальше продолжаете вязать столбиками. Провязав 4 ряда, мы с вами продолжим. Мы провязали 4 ряда. И теперь мы должны в следующем ряду убавить 6 столбиков. То есть мы сейчас будем 4 столбика без накида в каждую петелечку по столбику провязывать. А затем будем убавочку делать. И в итоге у нас получится 3 столбиков без накида в ряду. Это мы вяжем 11 ряд. Итак, начинаем. Если хотите, можете отметить начало ряда снова ниточкой для того, чтобы не запутаться. И сейчас провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Убавочка. Я убавляю за передние стеночки, делаю полустолбик и вот заканчиваю. 1, 2, 3, 4. Хотите, провяжите стандартное убавление. То есть полустолбик в одну петлю, полустолбик во вторую и столбиком 3 сразу провяжите. Ну, честно говоря, мне этот вариант не очень нравится. Мне нравится вот этот тайный, который 2 полустолбика за переднюю стеночку и вывязываем. 1, 2, 3, 4. Убавочка. 1, 2, 3, 4. Убавочка. Я думаю, что вы поняли. Провяжите до конца ряда. Сделали последнюю убавочку. Снова вытягиваем нашу ниточку начала ряда. И теперь чередуем 3 столбика без накида. Вяжем каждый столбик по одной петле. И затем убавочка. 1, 2, 3. Убавочка. Снова 1 столбик. 2, 3. Убавочка. И так до конца ряда. Довязав до конца ряда, снова ниточку перетягиваем на начало ряда. И теперь чередуем 2 столбика без накида. Убавочка. Итак, первый столбик, второй столбик, убавочка. Первый столбик, второй столбик, убавочка. И так до конца ряда. 2 столбика, убавочка. Провязали до конца ряда. Теперь ниточку тоже вытаскиваем. И я вам предлагаю немножечко вытянуть петелечку, для того, чтобы не распустилась. И набить голову. Сейчас у нас по кругу 18 петелек. Мы их набиваем и оставляем пока открытыми. Наполняем голову наполнителем, какой вы выбрали. И голову наполняем более так плотненько, чтобы она была кругленькая. Остальное мы будем наполнять средненько, для того, чтобы у нас можно было хорошо загинать. И было не совсем так плохо. Конечно же, я вам советую наполнять не ватой. Так получается, забитая. Но я пока наполняю ваткой. И так, в общем, наполняете голову. Я пока не буду сильно наполнять. И продолжаем. Таким образом, смотрите, мы сейчас провязали 13 ряд. Будем провязывать 14 ряд. С 14 по 23 ряд. Это получается 10 рядочков. Нам нужно провязать 10 рядочков без изменения. 18 столбиков без накида по кругу. То есть, провязываете 10 рядочков. И мы с вами возвращаемся в вязание. То есть, сейчас у вас получается 18 столбиков по кругу 10 рядов. Это 180 столбиков. Вам нужно провязать. Провязывайте. Провязывайте. И мы с вами продолжим. По ходу вязания трубочки не забывайте наполнителем набивать. Голову донаполняйте. И затем по ходу вязания трубочку наполняйте, но не слишком туго. Как я вам говорила, чтобы ее легко было потом закрутить. Провязали 10 рядочков. И теперь я предлагаю вам с последней петельки, с последнего столбика вытянуть вот так вот, делать полустолбик. И присоединить другой цвет. Вот таким вот образом. Завершаете другим цветом столбик. И продолжаете делать столбики, провязывать без накида уже другим цветом. А те постепенно ввязываете. Вот так вот между столбиками ввязываете. Таким образом провязываете другим цветом по 7-8 рядочков каждого цвета. То есть вы довязываете 7-8 рядочков, красного вы провязываете, рядочков 5. И тогда мы с вами завершим. Сейчас провязываем сиреневый, затем я буду провязывать синий и так далее. Присоединяя, как я вам только что показала. И обязательно присоединяйте ниточку с одной стороны. То есть, к примеру, если вы здесь начали, вот здесь присоединять, то следующий цвет точно так же с этой стороны, следующий с этой стороны. И чтобы он вовнутрь, когда мы будем закручивать нашу улиточку, чтобы у нас присоединения, смещения цвета были во внутренней стороне. Итак, провязываете по 7-8 рядочков каждого цвета. Красного не забудьте, мы провязываем последнего только 5 рядочков, либо какой у вас там последний цвет будет. И тогда мы с вами продолжаем. Вот, я провязала, как вы видите, все цвета поменяла. И теперь я приступаю к завершающим двум рядам. Сейчас мы будем делать убавление. Убавление делаем следующим образом. Провязываем столбик без накида, убавочка. Столбик без накида, убавочка. И так чередуем до конца ряда. Провязываем столбик без накида, убавочку я провязываю. За две передние стеночки, две петли беру. И вот так вот делаю столбик без накида. Снова столбик без накида, убавочка. У меня сейчас заканчивается ниточка, поэтому я присоединяю свою вторую ниточку. Делаю полустолбик. Присоединяю я точно так же, как мы меняли цвета, просто по ходу вязания. Вот, и затягиваю вторую ниточку. И продолжаю. Вот я столбик без накида провязала. Теперь беру два полустолбика своих за переднюю стеночку и провязываю убавочку. Снова столбик без накида. И так чередуем до конца ряда. Провязали до конца ряда. Следующий ряд, завершающий, мы делаем шесть убавок. То есть вместо столбика без накида провязываем убавочку. Следующая убавочка вторая. Следующая убавочка третья. Следующая убавочка четвертая. Следующая пятая. И завершающая шестая. Мы провязали полностью нашу улиточку. Сейчас я вам рекомендую хорошо закрепить ниточку. Обрезаем ниточку длинной. То есть оставляем длинный хвостик для того, чтобы собрать нашу улиточку. Обрезаем. Ну, я, допустим, обрежу, наверное, сантиметров, скажем так, 40 оставила. Где-то, может, даже чуть-чуть длиннее. Она, может, конечно, такой сильно длинной нам и не нужна. Но я не люблю короткие ниточки. Я не люблю потом соединять. Итак, в общем, предлагаю вам донаполнять вашу улиточку плотненько. Самый последний стежочек красный, где у вас стежочек, можно не сильно плотно наполнять. Но я люблю, чтобы плотненько, потому что, смотрите, когда вы будете заворачивать улитку. Вот я вам сейчас покажу, как она будет заворачиваться. Вот так вот с хвостика и пошла заворачиваться. Пошла, пошла, пошла. Вот она у вас, как видите, должна наполнена быть плотненько для того, чтобы она, как бы, ну, вы увидите, что если вы наполните не плотненько, она будет у вас загинаться. То она, в принципе, вот у меня, видите, не загинается. Красный цвет я вот, пожалуй, уже на этом остановлюсь. Не буду наполнять. Может, слегка-слегка еще дополню. И, в общем, мы приступаем к сборке нашей улиточки. Перед тем, как мы будем сшивать улитку, я вам советую собрать ее. То есть, как она будет у вас завернута. А затем, посмотрите, где наиболее закрытое место от, скажем так, внешней стороны. У меня, вот, например, на уровне от красного розового вот сюда к спинке, то есть более закрытое, ну, либо сюда к голове. Вы посмотрите, как у вас. Ну, я думаю, у вас, в принципе, то же самое получится. Как бы вы ее не скручивали, я думаю, что до зеленого, в принципе, не достанет. Поэтому мы будем собирать ее вот здесь. Как бы мы будем продевать вот иголочку в ниточку. А затем вот здесь вот мы будем хорошо ее плотненько сшивать. Теперь раскручиваете, вдеваете ниточку в иголочку еще раз повторюсь. И я делаю буквально пару стежков для того, чтобы у меня был наполнитель, так сказать, закрыт. Я не люблю, когда у меня наполнитель открыт, честно говоря. В игрушках. Будь это текстильное, будь это детское, в общем, разницы я не вижу. Итак, вот, сделала я пару стежочков, закрыла наполнитель. А теперь я вот здесь вот загинаю и прошиваю сквозь розовый цвет. То есть вот так вот беру, красный захватываю и прошиваю сквозь розовый, там, где у меня закрытый цвет, в голове. Вот так вот прошиваю. Хотите пару стежков, хотите узелочек, чтобы наиболее так было крепенько. В общем, прошиваете. Вот я прошила туда-обратно, вернула и закрепила узелочком. А теперь снова вводите в розовый цвет, вот так вот, продеваете иголочку. Продели в розовый цвет обратно и теперь закручиваем плотненько-плотненько. И крепим вот здесь вот, на нашей спиночке. Вот так вот продеваете. И снова советую закрепить таким вот узелочком легким, чтобы держалось. И до конца уже продеваем вот так вот в розовый наш цвет до конца. Смотря, как вы закрутили. У меня еще розовый здесь, у вас может быть зелененький. В общем, собираем полностью. Вот здесь вот продеваем спинки, в голове. В общем, крепим хорошо наши цвета. Я продену вот здесь вот еще несколько раз. Вы смотрите, как у вас получается. Вообще, можно было бы, конечно, каждый цвет закрепить узелочком. Это для тех, кому, как говорится, детки будут играться этой игрушечкой. В общем, чтобы было надежнее. Вы, если хотите, в принципе, пройдитесь еще вот так вот с внутренней, так сказать, стороны. Вот здесь вот. Присобрав ее. Хотите, оставьте так. Чтобы вот так не ерзалась у меня, то есть внутренняя моя сторона не выходила. То я еще здесь вот продену и закреплю ее вот здесь вот еще несколько разочков. То есть, где моя внутренняя сторона с внутренней стороны. Там я буду ее крепить. Точно так же и со стороны как бы спинки. Точно так же и с внутренней стороны. То есть, я буду ее крепить в нескольких местах вот здесь вот по ходу закручивания. После того, как я прошила вот здесь вот и с одной и с другой стороны, видите, у меня не вытаскивается. То есть, внутренняя часть прошита. И теперь нам осталось делать усики. Берем нашу вот эту вот полосочку, шнурочек или что у вас там, допустим, как сказать, проволочка. В общем, я беру шнурок и продеваю его вот здесь вот где-то на макушке, где у нас было кольцо Анигуруми. И сквозь вот это колечко небольшой отрезочек просто беру и завязываю. Завязываю я плотненько на узелочек, чтобы не развязалось. И теперь вот эти кончики беру и завязываю узелки. Просто узелочки небольшие. С одной и с другой стороны. Теперь смотрю, чтобы они были на одном уровне приблизительно. Вот, перезавяжу чуть-чуть выше. И после того, как у меня завязаны узелки, я беру туго-туго и закручиваю. Обрезаю вот эти кончики и узелочки свои подпаливаю. И мне осталось лишь вот узелочки свои я завяжу и подпалю. В общем, мои усики готовы. Я сделала такой легкий вариант простой, чтобы для деток не кололось, как говорится, никуда не это. В общем, и мне осталось пришить глазки-бусинки. После того, как я пришью глазки-бусинки, возможно, я еще сделаю какое-то украшение, типа бантика или цветочка. Вот, для, так сказать, девочку сделаю улиточку. В общем, пришиваю эти глазки и ваша улиточка готова. Я надеюсь, что вам мой видеоурок понравился. Если да, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе моих новостей. Всем ровных петелек. Пока-пока.